Всем привет! Смотрите, как оптимизировать Windows 11 и ускорить работу вашего компьютера. Производительность операционной системы Windows 11 несколько улучшена в сравнении с предыдущей Windows 10. В новой версии операционной системы Microsoft улучшила управление памятью, использование диска, приоритизацию приложений и несколько других факторов, связанных с производительностью процессора и батареи. Однако многие пользователи, особенно те, кто установил Windows 11 на неподдерживаемые устройства, могут столкнуться с проблемами производительности, включая задержку и периодические зависания. Несмотря на то, что незначительные проблемы остаются и в предварительных инсайдер-сборках, я покажу несколько проверенных способов сделать Windows 11 быстрее и повысить ее производительность, ускорив работу вашего компьютера. При зависании и плохой работе ПК на новой версии операционной системы первое, что нужно сделать, это проверить наличие обновлений и обновить систему. Откройте меню Пуск, Параметры. Центр обновления Windows. Проверьте наличие обновлений. Если в списке появилось что-то новое, вам нужно загрузить и установить его, а затем перезагрузить систему. Перезагрузка может помочь и при случайных разовых проблемах, которые иногда замедляют работу ПК. Чтобы ускорить время загрузки операционной системы отключите автозапуск программ. Некоторые программы запускаются вместе с системой, тем самым замедляют ее загрузку. Для отключения стандартных приложений наподобие OneDrive, Microsoft Teams, Edge, откройте Параметры. Приложение. Автозагрузка. Отключите ненужные из данного списка. Для отключения сторонних программ откройте Диспетчер задач. Кликните правой кнопкой мыши по меню Пуск – Диспетчер задач. Здесь нажмите Подробнее и откройте вкладку Автозагрузка. Выделите нужную программу и ниже нажмите Отключить. Главное отличие Windows 11 – функции плавной анимации, размытие, прозрачные элементы пользовательского интерфейса и т.д. Эти новые изменения пользовательского интерфейса действительно придают новый вид Windows 11. Но опять же, за все эти анимации приходится платить, особенно если у вас нет выделенного графического процессора. Поэтому, если вы хотите, чтобы Windows 11 была ориентирована на производительность, а не на внешний вид, вы можете соответствующим образом настроить параметры. Откройте Параметры – Персонализация – Раздел Цвета. Здесь отключите Эффекты прозрачности. После перейдите в раздел Специальные возможности на левой боковой панели и справа Визуальные эффекты. Здесь отключите Эффекты прозрачности и Эффекты анимации. Далее кликните левой кнопкой мыши по меню Пуск и выполните поиск – Просмотр расширенных параметров системы. В открывшемся окне Своист системы в разделе Быстродействие откройте Параметры. Выберите из списка Обеспечение наилучшего быстродействия – ОК. Визуальные эффекты компьютера будут уменьшены и он будет настроен на более высокую скорость работы. В случае с ноутбуком, если вам нужна максимальная производительность Windows 11 и неважно время автономной работы, измените схемы управления питанием. Откройте Параметры. Система. Завершение работы и батареи. В пункте Режим питания из выпадающего списка выберите Максимальная производительность. Со временем файлы на жестком диске могут рассыпаться, что также может снизить производительность вашей системы. Чтобы решить эту проблему, вы можете дефрагментировать жесткий диск с помощью инструмента дефрагментации. Откройте Параметры. Система. Память. Дополнительные параметры хранилища. Оптимизация диска. Выберите жесткий диск из списка и нажмите Оптимизировать. Имейте в виду, что если вы используете SSD, дефрагментация не рекомендуется. Это сократит срок службы вашего SSD. Если оптимизация по расписанию отключена, нажмите на кнопку Изменить параметры. Отметьте опцию Выполнять по расписанию и выберите частоту. Оптимальным вариантом считается установка частоты еженедельно. Дефрагментация диска занимает некоторое время, от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от объема хранилища и степени его фрагментации. Если для системы вы используете жесткий диск, время подумать о переходе на SSD. Производительность существенно вырастет. После замены вы точно ощутите, насколько быстрой станет загрузка операционной системы. В наше время устанавливать систему на жесткий диск не рекомендуется. А если компьютер зависает, когда вы открываете большое количество окон, скорее всего нужно добавить оперативной памяти. Увеличение объема оперативной памяти может значительно ускорить работу компьютера. Чтобы сделать вашу работу быстрее и удобнее, Windows 11 перезапускает некоторые фоновые приложения после того, как вы войдете в свой компьютер. Если у вас мощный компьютер, это может оказаться хорошей функцией. Но для старых компьютеров ее отключение поможет ускорить работу Windows 11. Откройте параметры, учетные записи, варианты входа. В разделе дополнительные параметры отключите опцию автоматически сохранять перезапускаемые приложения. А если на вашем компьютере установлены программы, которые больше не используются, лучше их удалить. В ненужных программах могут быть запущены фоновые процессы и автообновления. Все это использует оперативную память и ресурсы процессора, замедляя работу компьютера. Кроме того, они занимают место на диске и оставляют мусор в реестре. Откройте параметры. Приложение. Приложение возможностей. Здесь найдите ненужные. Кликните рядом по трем точкам и выберите удалить. Также временные файлы, которые хранятся на системном диске, могут замедлять работу ПК. Для удаления откройте параметры. Система. Память. Временные файлы. Отметьте, что нужно удалить. К примеру, временные файлы интернета. Эскизы. И нажмите удалить файлы. Для улучшения пользования операционной системой вы часто будете получать уведомления, а также советы и рекомендации. Для этого компьютер сканируется, что может повлиять на его производительность. Чтобы отключить данную функцию, откройте параметры. Система. Уведомления. Здесь есть два варианта. Показывать предложение по настройке устройства и получать советы и предложения при использовании Windows. Отключите оба этих пункта. Также есть ряд приложений, которые работают в фоновом режиме. Это приложение без графического пользовательского интерфейса. В отключе от стандартных программ, такие приложения после установки и настройки непрерывно работают в скрытом режиме на компьютере. Чтобы отключить их, кликните правой кнопкой мыши по меню Пуск и откройте приложение и возможности. Выберите из списка приложения, кликните по трем точкам Дополнительные параметры. Здесь установите разрешение для фонового приложения. Значение Никогда. А чтобы закрыть запущенное фоновое приложение, нажмите правой кнопкой мыши по меню Пуск и запустите диспетчер задач. Выберите из списка приложения и нажмите Завершить. Следующее, что можно сделать, отключить безопасность на основе виртуализации. VBS. Это новая функция Windows 11, которая защищает операционную систему от небезопасного кода и вредоносных программ. Это часть уровня целостности кода гипервизора. Из-за этой функции безопасности, производительность игр снизилась от 5 до 25%. Если вы играете в игры и хотите добиться максимальной производительности Windows 11, вы можете просто отключить эту функцию. Для этого в поиске найдите Изоляция ядра, откройте его и отключите параметр Целостность памяти. А если вы вообще не играете в игры, лучше отключить игровой режим. Он остановит DVR и другие фоновые службы, связанные с Xbox, что ускорит ваш компьютер. Откройте параметры. Игры. Игровой режим. И отключите его, переместив бегуну. Также отключите Xbox GameBar. Также рекомендуется настроить виртуальную память. Файл подкачки. Файл подкачки должен располагаться на самом быстром диске компьютера или в системном разделе. Не рекомендуется оставлять размер файла на автоопределение или по выбору системы. Откройте параметры. Система. О системе. Дополнительные параметры системы. В открывшемся окне откройте параметры быстродействия. Вкладка дополнительная. В разделе виртуальная память кнопка изменить. Снимите отметку напротив автоматической настройки. Выберите диск, где будет храниться файл подкачки и укажите размер. Затем задать. Ок. Для применения настроек виртуальной памяти нужно перезагрузить компьютер. В операционной системе Windows 11 есть специальная утилита для поиска и устранения неполадок производительности. В поиске ищем обслуживание системы и запускаем утилиту автоматического выполнения задач обслуживания. Далее. А затем попробуйте выполнить устранение неполадок от имени администратора. После окончания диагностики рекомендуется перезагрузить компьютер. Если у вас установлен медленный жесткий диск, компьютер может тормозить из-за загруженности данного накопителя. Это может быть связано с активной функцией индексирования файловой системы, кэширования свойств и результатов поиска для файлов. В строке поиска найдите и запустите приложение службы. В списке найдите службу Windows Search и отключите ее. Кликните по службе правой кнопкой мыши, свойства Остановить и применить. Затем перезагрузите систему. После остановки службы поиск будет работать медленнее, чем обычно, но производительность системы должна повыситься. В Windows 11 после установки должна работать стабильно и быстро, если только некоторые компоненты не устарели или вовсе отсутствуют. Когда драйверы устарели, устройство не может работать с ними в правильном режиме, следовательно, оптимальная производительность затрудняется и работа ПК в целом становится медленной. Чтобы ускорить работу Windows 11, необходимо постоянно поддерживать драйвера в актуальном состоянии. При наличии нескольких операционных систем на вашем ПК при загрузке отображается их список. По умолчанию это занимает 30 секунд. Для ускорения загрузки вы можете уменьшить или отключить это время. Откройте параметры Система О системе Дополнительные параметры системы В разделе Загрузка и восстановление Откройте параметры Измените время Или отключите данную опцию Следующая функция Контроля памяти Позволит системе Следить за объемом Свободного дискового пространства И управлять им После активации функции Она будет автоматически освобождать место От ненужных файлов Для активации Откройте параметры Система Память Включить контроль памяти В дополнительных настройках Можно настроить расписание очистки И какие именно файлы удалят Теперь вам известны основные причины По которым происходит замедление системы И методы Которые помогут ускорить работу ОС Windows 11 Если вы хотите дополнить данный список Оставляйте свои комментарии под видео А на этом все Надеюсь данное видео было вам полезно Не забудьте поставить лайк И подписаться на наш канал Свои вопросы задавайте в комментариях Всем спасибо за просмотр Пока